Минобразование региона ведет адресную работу с муниципалитетами для обеспечения высокого уровня подготовки и проведения аттестационной кампании. Индивидуальная работа с муниципалитетами – один из способов обеспечения объективности и прозрачности аттестационной кампании в регионе, подчеркнули в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. Именно для этого ведомством проводятся масштабные совещания по вопросам организации и проведения экзаменов в 9-11 классах. Участие в них в обязательном порядке принимают представители местных органов управления образованием, а также руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной и конфликтной комиссии. Комплекс мер, реализуемый при поддержке правительства Свердловской области, позволяет решить вопросы по обеспечению всего комплекса условий для проведения и получения объективных результатов единого государственного экзамена. Благодаря дополнительному финансированию, выделенному из регионального бюджета, 80% пунктов проведения экзаменов оснащены техникой для печати и сканирования экзаменационных материалов. Количество поездок за экзаменационными материалами в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось в 10 раз. В ходе совещания его участникам напомнили о схеме проведения аттестации. Отдельный блок был посвящен предупреждению нарушений порядка проведения экзамена. Напомним, что с этой целью Свердловской области ведется работа по подготовке общественных наблюдателей. В этом году их количество планируется увеличить до 250 человек. Целью подготовки наблюдателей Министерство образования Свердловской области активно взаимодействует с вузами региона. По результатам единого государственного экзамена по количеству 100-бальников Средний Урал стабильно показывает высокие результаты. Ежегодно от 70 до 130 выпускников получают 100 баллов за экзаменационные работы. Для повышения объективности проведения государственной итоговой аттестации перед регионом стоят задачи организационно-технологического обеспечения экзаменационных процедур и квалификации членов предметных комиссий Свердловской области на самом высоком уровне. Еще одно приоритетное направление – создание организации работы в 2017 году регионального центра онлайн-видеонаблюдения. КОНЕЦ КОНЕЦ